Всем привет! Меня зовут Даня Жданько и это Тревел Шоу Приехали! И сегодня я приехал на самый загадочный остров планеты. Он буквально оторван от всего мира, потому что находится на краю земли. Салама, Мадагаскар! В этом выпуске я встречу тех самых лемуров из мультфильма «Мадагаскар». Как обезьянки прыгают, бегают, едят что-то. Встану за руль рикши. Как дела, Захари? Увижу, как проходит местный ММА. Вот как развлекается местная молодежь. Наблюдают за тем, как дерутся петухи. Ребята, лучше бы вы в футбол сходили поиграть. Подарю маленькую радость местным детям. Опа, коду! Кому коду? Загадаю желание у магического дерева острова. На Мадагаскаре считается, если вы по дороге встретите Баабаб и остановитесь, чтобы дотронуться до него, то вас ждет большая удача. Три, два, один. И покажу, как живут люди на краю света. Кто-то носит вещи на голове, кто-то он рис сажает, кто-то кукурузу молит. А как ты думаешь, нужны права, чтобы ими управлять? Каждый хоть раз в жизни мечтал побывать на Мадагаскаре. Ведь это одно из самых загадочных мест на планете. Остров находится в Индийском океане у юго-восточного берега Африки. И мани туристов своей недосягаемостью, а также редкими животными и растениями. Хамелеоны, лемуры, лягушки-помидоры, листохвостые гекконы, вековые Баабабы, вулканические озера, каменные леса. В общем, удивлению здесь не будет предела. Столица Мадагаскара – Антон-на-Нариву. Но местные ее называют просто Тана. Антон-на-Нариву – это город на холмах с разноцветными домами. Если смотреть на него сверху, то он напоминает множество фантиков от конфет. Такой же пестрый и яркий. Здесь можно прогуляться по лабиринту старинных улочек, полюбоваться королевским дворцом Рува и заглянуть на традиционный малогасийский рынок Зума. Самое колоритное на Мадагаскаре – это местная жизнь. Поэтому, чтобы ее увидеть во всей красе, я отправляюсь за пределы столицы. Несмотря на то, что это остров, расстояния здесь большие. Например, дорога из центра Мадагаскара до ближайшего побережья займет 8 часов. А до южной части острова – целых 20. Поэтому запасайтесь водой, скачайте оффлайн-карту и не стесняйтесь уточнять у местных маршрут. Ведь кто, как не они, знает короткую дорогу. Куда идем-то? В деревню идем? Да, пойдем. Я знаю короткий путь. Кстати, эти женщины идут с рынка. На Мадагаскаре принято ходить шопиться в компании подруг. Подружки же друг другу плохого не посоветуют. А еще, как вы можете заметить, женщины тут вместо шоперов, рюкзаков и кроссбоди носят вместительные сумки из рафии – пальмы, которая растет в некоторых странах Африки и на Мадагаскаре. И таскают такие сумки на голове. Вот это суперспособность! Самому стало интересно взять у них мастер-класс? Если, знаете, ваши вещи уроню, то я не виноват, потому что я это впервые в жизни делаю. Как вы? Ну что, идем? Сказать, что это легко – ничего не сказать. Они еще как-то умудряются быстро идти. Оказывается, такой способ ношения помогает правильно распределить нагрузку на все тело и поднять гораздо больше вес, чем можно унести в руках. На Мадагаскаре нет доставки еды, модных кофеен и современных прачечных. Вся жизнь в городах и деревнях происходит вдоль дороги. На обочинах часто можно увидеть, как одни люди торгуют готовой едой, другие стирают белье, некоторые обсуждают последние новости, а кто-то измельчает зерна кукурузы в окружении своих соседей. Это типичная деревня-острова. Таких на Мадагаскаре сотни. И, конечно, я не могу здесь не прогуляться и не посмотреть на быт малогасийцев. Вот это колорит! Кто-то носит вещи на голове, кто-то он рис сажает. Калама? Какое-то собрание деревенское. Что на повестке дня обсуждаем? Электрификация, водоснабжение. Но, к сожалению, эти слова им непонятны. Мадагаскар считается одной из самых бедных стран мира. Примерно три четверти населения живет в сельской местности, где нет ни электричества, ни воды, ни других благ цивилизации. Некоторым приходится проживать меньше, чем на 9300 малогасийских ариари. Это примерно на 200 рублей в день. Поэтому не удивляйтесь, если к вам будут приставать на улицах. Причем в основном попрошайничают не взрослые, а дети, которым действительно нечего есть. Прилетая в эту страну, я советую каждому побыть немного Дедом Морозом и купить конфеты детям. Этой детворе не нужны смартфоны, чтобы быть счастливыми. Они радуются обычным сладостям, которые их семья не может себе позволить. Опа, Каду! Кому Каду? Малогасийцы – невысокий народ, поэтому их дома достигают максимум 180 сантиметров в высоту. Да, конечно, высоким здесь тяжеловато будет. Как правило, жилища имеют прямоугольную форму. Их крыша покрыта соломой. А внутри всего одна комната, которая играет роль и спальни, и кухни, и гостиной. Мадагаскар – это то место, которое сочетает в себе экзотику, колорит, самобытность и европейское изящество одновременно. Один из ярких тому примеров – город с изысканным названием Феонарансуа. Этот город колоссально отличается от других на Мадагаскаре, так и веет духом средневековой Европы. Феонарансуа находится в самом центре острова. Старинные церкви, ухоженные фасады домов, здания вокзала в швейцарском стиле. Здесь везде красиво, куда ни посмотри. Название города переводится как «место, где обучают добру». Коту Леопольду здесь точно бы понравилось. Ребята, давайте жить дружно. А вот местным не мешало бы посмотреть этот советский мультфильм, ведь игры у них тут перетекают в настоящую драку. Вот как развлекается местная молодежь. Наблюдают за тем, как дерутся петухи. Ребята, лучше бы вы в футбол сходили поиграть, чем над птицами издеваться. ММА, видимо, здесь не так популярен. Петушиные бои на Мадагаскаре занимают второе место по популярности после регби. Несмотря на то, что на острове они запрещены, малогосийцы частенько нарушают правила. Прямо у дороги или в центре города они могут образовать собой кольцо, тем самым обозначив арену и наблюдать за схваткой птиц. Обычно такие бои устраивают тем, кто сводит концы с концами. Сделав ставку на петуха, которого считают победителем, они не теряют надежды чуточку разбогатеть. Ну а я не теряю надежды на хорошую погоду. Мадагаскар часто любит устраивать сюрпризы в виде внезапного дождя. А нам сейчас крупно повезло. Знаете почему? На Мадагаскаре считается, если вы по дороге встретите Баобаб и остановитесь, чтобы дотронуться до него, то вас ждет большая удача. Давайте вместе загадаем желание. Три, два, один. Не знаю, что вы загадали, а я загадал, чтобы здесь дождь побыстрее закончился. То ли мне реально повезло, то ли это действительно какая-то магия. Но дождь закончился буквально через 15 минут. Не зря малагасийцы с древних времен верят в духов природы. Водопады, реки, деревья и животные – все это для них всегда было священным. Вы сейчас удивитесь, но вопреки мультфильму «Мадагаскар» на острове нет ни львов, ни зебр, ни жирафов, ни бегемотов, ни тем более пингвинов. Но зато лемуров – целое царство. Чтобы увидеть этих милых созданий, я отправился в парк Анджа, ведь там проживают кошачьи лемуры. Да-да, те самые, что из мультфильма «Мадагаскар». Ты видишь? Ты видишь? Их там очень много. На территории парка проживают 360 лемуров в естественной среде обитания. О, вот сидит, 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 смотри. Это правда так необычно. Лемуры, как обезьянки, прыгают, бегают, едят что-то, а на людей вообще никакого внимания не обращают. Теперь бы в цирке выступать. К сожалению, в этом парке лемуры все дикие, и их трогать нельзя. Поэтому просто улыбаемся и машем. Но зато фотографировать их не запрещено. Поэтому пару кадров, да чего там, десяточек, я сделаю. Это так здорово! Лемуры буквально в метре от тебя. Такое развлечение точно понравится и взрослым детям. Ну куда ты пошел? А еще в этом парке можно встретить не только лемуров, но и хамелеонов. Я считаю, это двойная удача. Он, наверное, думает, что мы его не видим. Не тут-то было. На самом деле, заметить хамелеона в дикой природе не так просто. И мне сейчас крупно повезло. Может быть, это все еще магия Баобаба действует? Хамелеона я так и не смог подержать на руках. Но это не испортило мне настроение. Ведь дальше я еду в парк, который туристы называют самым красивым местом на Мадагаскаре. Ой, мы и в Танзании были, и в Кении, и в Марокко. Что-то смотрю на вас, Закарий, и думаю, не бережете вы себя. Может, помочь? Ну вот, другое дело. Закарий, как дела? Игод. Да. Любителям пешего туризма Мадагаскару тоже есть что предложить. Отправляйтесь в национальный парк Исалу. Здесь точно есть где разгуляться. На многих форумах его часто описывают словами «эмейзинг», «вау», «вандерфул». А все потому, что он напоминает пейзажи из фильмов про Дикий Запад. Здесь пролегает несколько пешеходных маршрутов. Они ведут через каньоны и скалы, которые просто захватывают дух. Вот это кардиотренировочка. Есть вода? Спасибо. В парке можно гулять весь день, и вы не заметите, как пролетит время. Но к вечеру не поленитесь дойти до так называемого окна Исалу. Это место нереально красиво во время заката. Большинство жителей Мадагаскара не может позволить тебе ходить в рестораны и кафе. Именно поэтому здесь царит культ стритфуда. Уже не терпится побыстрее попробовать, что же едят местные. Однако уличную еду пробовать на острове повсюду опасно, и я не советую. Если же вы решитесь на подобный эксперимент, ищите заведение там, где едят большинство местных. Например, на рынке. Знаете, как бы я описал это место? В акханале ароматов еды. Здесь мясо, рыба, все вокруг жарится. Представляете, какой запах стоит? Бонжур. Кстати, они почему-то называют это котлета, котлет по-французски. Но это больше похоже на отбивную. Котлета в переводе с французского языка означает ребро. Так как Мадагаскар 65 лет был частью французской колонии, и только в 1960 году получил независимость, это не могло не отразиться на культуре страны, в том числе и на местной кухне. Именно поэтому на Мадагаскаре, как и во Франции, котлета – это блюдо, приготовленное не из фарша. Это жареное мясо на косточке. And fish. Эту рыбу местные называют перина. С виду она немного напоминает нашу кильку. Да, меню у них неразнообразное. В основном котлеты и рыба. Ну, продегустирую несколько видов и сравню их на вкус. Смотрите, здесь, по-моему, это уже не свинина, а говядина. Про десерт мы тоже не забыли, конечно. Какая очередь, посмотрите, за сладким. Можно мне просто «one this and one this», окей? Это очень похоже на наши сырники, но что-то мне подсказывает, что на вкус это будет совершенно иное блюдо. А называется оно «мафагаси». Это сладкий пирог из рисовой муки. О, смотрите, рожицу нарисовала мне. Ну что, самая интересная часть. Кстати, местные едят все с рисом. Обратили внимание? Не буду нарушать местные традиции. А можно мне тарелочку риса? Мерси. Ну вот, другое дело. Глаза разбегаются, даже не знаю, с чего начать. С котлетой начну. Ну, никакая это не котлета. Это настоящая свиная отбивная. Ну, правда, посмотрите на нее. Ох, какой сочный кусок мяса. Попробуем. Ну, очень даже вкусно. Солененькая, прожаренная. Великолепно, ребята, великолепно. Очень вкусно. Давайте рисом тогда закусим. Да, с рисом и правда вкуснее. Когда он перемешивается с мясным соком, вот блюдо. Ну что, идем дальше. Еще одна котлета. Я так понимаю, здесь уже не свинина, а говядина. Как много жира. Соленая, прожаренная. Есть можно. Очередь пробовать рыбу. Пусть сначала будет перена. Знаете, это больше похоже на наживку для какой-то большой рыбы. На рыбалку с этим обычно ходят. По моему мнению, консервированная рыба намного вкуснее, чем эта. Не знаю, она какая-то безвкусная. Во рту получается какая-то рыбная каша перемешку с небольшими костями, рыбьими глазами, потрохами. Мне не очень понравилось, но, может быть, кому-то зайдет. А эта рыба называется фибата. Если в России большинство людей едят филе рыбы, то малогасийцы ее голову. Они считают, что таким образом можно привлечь в свою жизнь достаток и удачу, так как с древних времен рыба на острове является символом изобилия. Солененькая. Если не знать, что это голова, то вкусно. Ну да, с таким, знаете, даже томатным привкусом. Да, видите? Видимо, она тушилась в томатном соусе. Неплохо. Очень неплохо. Ну что, наконец-то переходим к десерту. Начну с мафагаси. Такое в меру сладкое. Такое водянистое. Да, вот с уверенностью могу сказать, что это тесто было замешано не с молоком, а с водой. Немножко даже кистое. Кистое после вкуса. Вот это интересно. Вкусно. Ну и по пятибалльной системе поставил бы, ну, наверное, крепкую троечку. Не Наполеон же все-таки. Дальше. Пончик. Ну, пончики. Это кто не любит пончики? Мне кажется, и на Мадагаскаре пончики такие же вкусные, как и у нас. На Мадагаскаре пончики называются минакели. Он, знаете, такой в меру хрустящий, а внутри тесто идеально прожаренное. Вот это вкуснятина. Вот прямо пять. Пять по пятибалльной системе. Пять. Пятерочка. Пятерочка с плюсом даже. Очень вкусно. Я же добавку бы взял. Но не буду увлекаться. Надо оставить место для самого популярного десерта на острове, который называется Коба Акондра. Это пирог, приготовленный на пару из рисовой муки, измельченного арахиса, бананов и подсластителя. Обычно его делают в форме рулета и продают по кусочкам. Бонжур. One Piece выглядит как стейк. Вау. Мне кажется, это правда вкусно. Но это тот случай, когда произошло ожидание реальности. Какой-то безвкусный, пресный. Я правда думал, что он будет намного слаще. Вот такой местный диетический десерт. Мерси. Из такой удивительной страны не хочется привозить просто магнитик, тарелку и мерч с надписью «Мадагаскар». Поэтому прямо сейчас ловите гид по шопингу от Даниила Жданько. На острове есть целые города и деревни, которые специализируются на производстве национальных предметов и вещей. Ставьте метки на своей карте и запоминайте места, где можно закупиться традиционными сувенирами. Первое, для чего нельзя уезжать из Мадагаскара, это без шарфа из ткани ламбди. Опа! Красота. На Мадагаскаре такие шарфы носят как женщины, так и мужчины. А все потому, что они универсальные и недорогие. Их можно встретить во многих городах острова, но в большом разнообразии они представлены на рынке Антона Нариву. Изделия из коровьих рогов. Их можно найти в городе Анцерабе. Зебу – горбатая корова, на Мадагаскаре незаменимое животное. На ней пашут, ездят, ее дарят на свадьбу. Рога зебы, как и ее шкура с копытами, являются ценным сырьем, из которого местные стараются извлечь прибыль, например, делая сувениры. Третье. Шляпы и сумки из рафии. Эти аксессуары можно приобрести во всех крупных городах острова. И, наконец, деревянные изделия из города ремесленников Амбуситра. Ход, конем. Ой, не ходи. Амбуситра – это центр традиционных ремесел, который считается лучшим на острове. Местные жители из поколения в поколение создают неповторимые изделия, выполненные из эбонитового, розового и палисандрового дерева. Каждая работа – это шедевр, который заслуживает отдельного внимания. Все запомнили? Надеюсь, теперь у вас не будет вопроса, что же такого уникального привезти из этой страны. Мадагаскар – это земля контрастов со своим неповторимым почерком, дикой экзотикой, размеренным темпом жизни и невероятно добрыми и улыбчивыми людьми. Это действительно другой мир, оказавшись в котором, ты не можешь поверить своим глазам. С вами был Даня Жданько и Трэвел-шоу. Приехали! Увидимся в других странах! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok